В этой игре полно разных приколов. Я смотрел, увидел магазин, называется Идея. Причем... Всем привет, друзья! С вами Терминатор. Вы снова на моем канале. И сегодня я вам продолжу рассказывать об игре Escape from Tarkov. Во всяком случае, о том, какова игра сейчас на этапе альфа-тестирования. На первом этапе, должен напомнить вам. Вот мне в комментариях уже ребята написали. К сожалению, забыл запомнить или записать ник, кто писал. Мне тут спросили, задали и такие интересные вопросы. Причем все в одном и том же комментарии было. Про спаун лута, например, в определенных ли местах один и тот же лут попадается, или попадается разного характера. На самом деле, лут попадается скажем так, своеобразный. Не один и тот же, но своеобразный. К примеру, если вы подходите к большому стандартному, скажем так, армейскому ящику, такому деревянному, зеленому, длинному, то в нем, как правило, будут находиться какие-то элементы военные. То есть, там либо могут быть магазины для оружия, могут быть различные прицелы, коробки с патронами, водонепроницаемые контейнеры для патронов. Кстати, тут и такое есть. То есть, если вы, допустим, будете играть в дождь, то вам понадобится водонепроницаемый контейнер, иначе патроны у вас могут вымокнуть. Да-да. То есть, патроны не так просто с собой просто нести. В этих коробках также бывают бинты различные, армейские, аптечки какие-то. В общем, такие чисто военные в большинстве своем атрибуты. Не знаю, может быть, даже оружие может появляться. Мне пока не попадалось. Но вот такие прикольные штуки, как различные магазины, мне попадались. Например, я находил раритетный магазин для АК-47 на 60 патронов. В описании к нему там даже написано, что выпустились малые серии и очень редкие. То есть, их купить практически, наверное, тут будет невозможно. Их, наверное, можно будет только найти, либо на что-то выменять. Тут у меняла есть еще один. В данном случае, короче говоря, в разделе торговли есть два чувака. Один прапорщик какой-то, который стандартные вещи продает, а другой, ну, такой барыга, короче говоря. Он выменивает и перепродает валюту и все такое. Вот, может быть, если только у него поискать. Но я искал, у него ничего такого сильно прям крутого не было. Я находил только на 45 патронов на калаш у него магазин. А тут я просто бежал и в коробке вот в этой военной нашел на 60 патронов магазин. Это круто. Я думаю, все понимают. То есть, это означает, что вы можете взять с собой один такой магазин полностью заряженный, и у вас будет 60 патронов. Ну, и если вкупе с пистолетом, то, я думаю, на прохождение рейда одного этого будет достаточно. Кстати, на калаш также я не помню, или нашел, или купил, точно не помню, планку, которую... То есть, не планку, а верхнюю крышку затвора, которая сразу была с прицельной планкой. То есть, на стандартный калаш, как вам всем, наверное, я думаю, известно, ничего нельзя навесить наверху. А заменив крышку на крышку с планкой для прицела, я уже устанавливаю без проблем любые прицелы, там, коллиматорные, голографические, какие угодно, в общем, вообще, абсолютно разные можно. И уже можно как-то более-менее, в принципе, пострелять с этого, потому что, ну, через коллиматорный прицел все как лучше, чем через мушку стандартную целиться. Можно вообще, кстати, крышку эту снять с затвора и бегать вот так вот, пружинка будет торчать снаружи. Ну, я не знаю, пока что вроде бы в игре нету ничего подобного, мол, ну, если попадет ли туда вода или еще что-то, вроде бы пока не замечено в моем случае, что от этого оружие может ломаться. Ну, вот так вот можно приколоться, бегать без крышки, без этой. Она там, в принципе, выполняет роль защитную функцию, ну, такую, скажем так, то есть она там не обязательно, по сути. Что еще? Поменял я уже, купил рукоятку, деревянную заменил на полимерную, то же самое с цевьем, что еще я там поменял, ну, дульный тормоз этот, что еще? Забыл. Короче, что-то еще я навесил, забыл уже, не помню, ну, там такое, сильно не важно уже. Ручку полимерную можно на рукоять затвора поставить, я не знаю, что она дает, по-моему, она так просто, чисто декоративные свойства. Что еще там? А, я купил себе этот шлем с ночным видением, еще не опробовал его в действии, пока никак в темноте не оказывался, но вы, наверное, видели в моем предыдущем видео, я вставлял кусочек из стрима разработчиков, где он бежал в приборе ночного видения, как бы в ангаре, в темном, в принципе, достаточно хорошо видно, при этом при выходе на свет, как оно и должно быть, получается, засвечивает глаза. так, что еще там насчет лута интересного такого? Я находил всякие там кулеры от процессоров, процессоры находил, компьютерные, обычные процессоры находил, то есть, и там в описании написано, что местные кулибины придумали их там то для антенн, то еще для чего-нибудь использовать, короче говоря, все детали компьютера это как подручные средства для всяких там самоделок полезных, для рации что-то используется, например, батарейки всюду валяются, батарейки могут использоваться тоже, соответственно, много где, пока что они мне нигде не пригождались, но я думаю, что со временем это как-то будет в игре использоваться, просто пока что, я так понял, они, разработчики, расширяют гамму, ну, скажем так, всякого лута разнообразного, который каким-то образом можно будет потом использовать, находил золотые цепочки и серебряные, я уже об этом тоже говорил в предыдущем видео, но я их уже успел продать, там заработал некоторое количество рублей игровых, и, соответственно, на эти рубли уже что-то можно еще купить новое, кстати, коллаж, на удивление мое, был очень дешевый, что-то, по-моему, около 35 или 40 тысяч рублей, при этом дробовик я покупал за 100 тысяч, то есть, как-то это, как-то странно, вообще, хотя, может, я ошибаюсь, может, коллаж 300 все-таки стоил, но я вроде несколько раз посмотрел, по-моему, 30 стоил, или 40, не знаю, может быть, я ошибся, кстати, говоря, с самого начала, мне, я не знаю, как на других версиях предзаказа, мне было дано 880 тысяч рублей в схроне, то есть, они у меня лежали, на которые я могу что-либо купить, и еще важное пояснение, даже деньги хранятся в схроне, то есть, деньги занимают так же место, если вдруг у вас, допустим, не будет места для денег, вы не сможете их себе никуда положить, то есть, вы не сможете, ну, у вас не будет денег, если у вас не будет для них места, одна ячейка в схроне занимает 40 тысяч рублей, то есть, 40 тысяч рублей это одна ячейка, вот представьте, у меня 880 тысяч с самого начала игры дано, посчитайте, сколько ячейк это занимает, я сейчас не буду на ходу считать, это мало ли, вроде школьная такая простая задачка, но не будем, в общем, сами посчитайте в общем деньги, как и все остальное занимают место, как это и в реальности вы в кармане носите деньги они у вас в кармане занимают место если вы положите 40 тысяч рублей в карман особенно если они будут у вас разменены на 10-рублевые представьте, какая это будет пачка вот так же и там что еще такого интересного можно сказать находил я, кстати крутой магазин для ПМ пистолет Макаров короче говоря, магазин состоит из совмещенного магазина ППШ пистолета-пулемета Шпагина который, знаете, такой дисковый магазин и магазин ПМ то есть, магазин ПМ прямо насажен на вывод ленты из дискового магазина ППШ и получается вот такой вот магазин скажем так дисковый не знаю даже как это сказать и диск и сразу еще и стандартный пистолетный магазин из него торчит вся эта фигня вставляется в рукоятку ПМ и у вас получается ПМ со здоровенным диском внизу короче говоря но зато он получается на 84 патрона то есть, это вообще офигенно можно с этим ПМом бегать это, не знаю, всю локацию оббегать и я думаю этого магазина всего хватит выглядит, конечно, немного ну, немного стремновато я бы сказал для пистолета с таким магазинищем помнится мне раньше еще когда-то во времена, наверное, Первой мировой войны между Первой и Второй где-то 12 часов между Первой и Второй мировыми войнами точно не помню не буду сейчас наугад говорить но, по-моему, был какой-то пистолет у которого тоже такой магазин вставлялся но только то был магазин вроде бы как заводской а это уже здесь кстати, в магазине в описании в этом так и написано что местные умельцы в общем, смастерили его написано, что встречается довольно редко естественно, это не серийный это самопальный магазин но сделать его как там написано опять же, не сложно то есть, скорее всего сильную редкость этот магазин и себе не представляет в сравнении с 60-ти патронными магазинами для АК-74 но все равно как бы для игры это очень полезный такой магазинчик что вы можете один магазин взять вставить его в пистолет свой и все и помчать то есть вы можете карманы уже магазинами стандартными 8-ми патронными даже не занимать потому что у вас есть на 84 патрона его даже перезаряжать вам не придется так что еще интересного я там нашел находил всякие видеокарты тоже вот эта вся белиберда на самом деле ничего не стоит практически она дешевая аааа интересную фишку я там нашел в этой игре полно разных приколов например такой прикол как вот даже в моем предыдущем видео вы наверное успели увидите там кусочек из видео разработчика где показывал там видно было на заднем плане в тот момент когда персонаж показывал как он может уклоняться приседать перегинаться на отдаленном правом заднем углу если кто-то внимательно смотрел увидел магазин называется идея причем буквы эти все были точно такой формы как магазин икея и такое в игре сплошь вот прям повсюду как я уже там же говорил тарков кола банка выглядит как кока-кола только написано тарков кола всякие там жвачки какие-то тоже там названия у них своеобразные но видно что это закос под какие-то там дирол орбит знаете вот такое сигареты например мальборо я не курю сам но знаю точно что мальборо вообще пишется по буквам марлиборо а там мальборо то есть букву р специально пропустили они вроде бы как все похоже на оригинал то что у нас существует но по факту как бы одна-две буковка заменены и вроде как не то то есть такая отсылка небольшая я бы даже сказал гта где постоянно тоже такие на всякие бренды пародии там то машины похожи на настоящие но на самом деле называется по другому там то всякие у них там в gta например газировка вместо спрайт там спрунг видно что закос под спрайт а здесь также еще например опять же в одном из моментов видео предыдущего было видно на заднем плане такой этот билборд стоит где машина рекламируется и там прикол такой написан купите там встаньте там что-то такое всего лишь за 28 миллионов рублей то есть в 2032 году о котором повествуют действия этой игры якобы 28 миллионов рублей это будут копейки вообще то есть обесценится видимо настолько рубль что 28 миллионов рублей подумаешь машину за 28 миллионов рублей что такого такой вот прикол там я видел что еще постоянно везде всякие сигареты спички все это пока что мне никак не пригождалось если кстати использовать сигарету чувак начинает сильно кашлять и у него начинает двоиться в глазах то есть видимо сразу несколько наверное сигарет выкуривает и у него глюки всякие начинают идти а так больше ни для чего они не используются в лечении они также не помогли я подумал может быть они хотя бы может как-то как обезболивающие немножко повлиять ничего подобного то есть лучше не занимать места в вашем схроне или в ваших карманах для пачек сигаретных этих выбрасывать их да и все оставить место для чего-нибудь более полезного например для батареек я думаю батарейки все-таки будут пополезнее со временем потому что написано например они будут использоваться в мощных тактических фонарях которые будут просто в руке держать вот такого фонаря пока что я нигде не нашел и в магазинах нигде его не ну вот у этих продавцов нельзя его купить но он был мне очень пригодился потому что я уже два раза проигрывал и оба раза у меня был крутой пистолет с навешанным на него фонарем пистолет P226 это по-моему он и называется я точно не помню сейчас я честно говоря не смотрел но это по-моему Sig Sauer который и есть вроде бы ну не знаю могу ошибаться сразу говорю ну в общем пистолет клевый на него все что угодно можно было навесить я вот уже два таких пистолета ну просрал короче говоря потому что меня то убьют то я блин упал вот кстати вчера играл играл на локации завод и я свалился с третьего этажа переломал обе ноги себе сразу и я не додумался что для того чтобы перестать умирать ну у меня персонаж начал прям стремительно терять свои жизненные силы короче говоря я нажал на табуляцию посмотрел у меня жизни ну прям как секундная стрелка знаете то есть по циферке уходят 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 и слышно как персонаж мой начинает кашлять там ну такой кряхтит короче ну ему больно в общем я не додумался надо лечь было а я стоял на ногах на переломанных и продолжал как бы создавать ему боль я аптечки бинты все использовал вроде прибавилось жизни а они все равно уходят уходят и уходят неправильно в общем я сделал тут же в этом же кстати комментарии также было написано насчет эффекта лечения вот эффект лечения состоит в том что надо как вот что было бы если было бы все по-настоящему то есть если ты упал и переломал себе обе ноги естественно ты на них не мог бы никак стоять а если бы ты продолжал на них пытаться стоять ты бы испытывал дикую боль вот так же и в этой игре если переломал ноги ты должен ползти а не идти а я вот ошибку совершил я шел и в итоге умер короче говоря от болевого шока или что-то типа того там не помню или может быть это было потеря крови в общем ни аптечки ничего не помогли потому что я продолжал на поломанных ногах идти надо было нажать на самом деле на табуляцию перейти вверху на вкладку здоровья в общем там вы увидите если перейти на вкладку здоровья можно увидеть отдельно левая рука правая рука голова туловище ноги в общем все части тела и у каждого свой свой как бы процент здоровья и в общей сложности получается общая скажем так сумма здоровья всего персонажа так вот я сначала не додумался что шину надо накладывать каждую шиную на отдельную ногу на отдельную руку то есть вот я две ноги сломал значит мне надо перейти на вкладку здоровья взять шину из кармана если она у меня с собой есть конечно меня было но я не додумался как ей воспользоваться просто я брал ее нажимал использовать он видимо ее на голову на голову eterview вместо того чтобы на ногу и все а надо было взять шины и перетянуть ее прямо на ногу на больную она на гардRO показывала что здоровья там нету я вот до этого не дотумкал короче говоря и в итоге шины я тоже использовал А персонаж мой так и загнулся Ну и плюс я продолжал стоять на поломанных ногах В общем тут все очень важно Все близко Максимально близко к реализму Если вы поломали ногу, накладывайте шину на ногу Если вы поломали руку, накладывайте на руку А я вот подумал, что просто надо нажать Использовать Он видимо ей просто перемотался сам весь и все Дальше что еще Если допустим когда у вас начинает Какой-то болевой шок Есть таблетки анальгин Опять же с собой желательно Ну хотя бы одну пачечку носить Есть шприц, морфий То есть это тоже обезболивающее Есть аптечки разнообразные Как от стандартной АИ-2 называется она там по-моему Это стандартная аптечка Которая раздается каждому человеку Как там написано Где проводятся какие-либо Боевые действия в городе Плюс можно купить какую-нибудь усиленную аптечку С большим набором скажем так Ну компонентов Которые могут в разных ситуациях помочь Плюс можно покушать Попить водички Все это тоже немножко прибавляет здоровье Общее Ну и энергию соответственно тоже Но если Повторяю Если у вас человек Персонаж ваш Умирает от потери крови То не водичка Ничего уже не поможет Пока вы не перебинтуетесь И не дадите ему отдохнуть спокойно То есть чтобы остановить кровотечение Нормально Что еще там Так Что там еще Насчет А насчет спауна лута Я не договорил же Я что-то увлекся В общем в больших армейских ящиках Как я сказал Военные разные прибамбасы А если просто бродить Например открывать всякие ящики Тумбочки разные Там шкафы В них может быть все что угодно Например если вы откроете шкаф с одеждой В одежде может быть Могут быть сигареты Зажигалки всякие А может быть пистолет например лежит Мне пока не попадалось Но я предполагаю Что наверняка такое возможно Что еще там В ящиках которые просто Ну вот как тумбочки Такие знаете Типа ящики для документов Всякие Там бывает находятся Всякие зажигалки Кстати зажигалка ЗИББО называется То есть это закос Под американскую ЗИППО Марку Зажигалка не крикит А как то тоже С какой то Другой буковкой Короче еще есть Там сухарики Емеля В общем такие приколы Такие всем понятные Что еще В этих ящиках Еще иногда находятся Электротройники Различные То есть всякая вот такая Белиберда Которая бывает полезная Бывает полная ерунда И самое главное Эти ящики обязательно Стоит проверять Потому что там часто Лежат ключи От комнат например Из общежития На локации таможни Есть общежитие Большое И там очень много Комнат Которые Ну Заперты В общем говоря И для них Нужны ключи У меня вот Несколько ключей Уже есть Три или четыре Не помню От разных комнат Я пока что В эти комнаты Еще не ходил Но когда соберусь С духом Скажем так Я сгоняю туда И посмотрю Все эти комнаты Я просто планирую Сначала все ключи Пособирать Какие только возможно Для того чтобы туда Идти уже с полным Комплектом ключей А не бегать Каждый раз Из-за одного ключа Из-за одной комнаты Просто это Половиной От места Спауна Персонажа нашего И поэтому Туда из-за одной комнаты Бегать Ну как то Не прикольно Вообще Слишком долго Ну в принципе Вот пока что Я думаю что все Не знаю Было ли вам Это интересно Или полезно Если какие то Будут еще новинки Из того что я сам найду Я вам об этом расскажу По моему Ничего такого интересного Не забыл Ну кроме того Что еще можно сказать Естественно Любое оружие Здесь можно Перебирать Как вы хотите То есть можете Поставить длинный ствол Короткий ствол Можете там Сделать ствол Который сразу Глушителем является Например Убирается затвор Там как то укорачивается Ну ставится укороченный затвор Можете короче Отпилить ствол Можете убрать У дробовика Например Или у автомата Убрать приклад вообще То есть вообще без приклада Гонять Как хотите Можете поменять приклад Деревянный на полимерный Там На трубчатый Или как он там называется Пространственный Вот этот вот Который пустой, короче, в середине Легкий В общем, все зависит от вашей фантазии Если вдруг кому-то интересно Например, я могу попробовать показать вам свой калаш На котором у меня уже там есть кое-какие навески Где я вам рассказывал, например, про крышки разные там заменяемые Про навеску, прицелы и так далее Если хотите, сделаю тоже такое видео Покажу калаш Просто, ну, калаш и дробовик, в принципе, могу тоже показать Просто, например, пистолет, я же говорю Мои P226 оба я потерял А на Макарыч пока что, кроме вот этого магазина дискового Ничего нового на него пока нету То есть я ничего не могу на него поменять Ни затвор, ничего, потому что нету такого ничего на него В общем, всем спасибо, если кто-то смотрел Ставьте пальцы вверх, если кому-то понравилось Подписывайтесь на канал, если кто-то хочет дальше следить за этой игрой Спасибо за просмотр Всем пока, с вами был Терминатор И напоминаю, что в игре у меня ник другой Как только будет разрешено нормально показывать игру Так как сейчас не разрешено показывать Видеозаписи и скриншоты из игры Как только разрешат, я тогда уже буду называть своим ником из игры Для того, чтобы вы знали, что это я Ну а пока нельзя, поэтому пока называю стандартным Который у меня во всех остальных играх Везде я подписывался как Терминатор А в этой игре я подписывался по-другому О причинах этого также, если кому-то будет интересно Я расскажу позднее, почему и как Почему я сделал, в общем, такой ник Все, всем пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok